МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сильвестер Боно. Его служанка. Тереза. Господин Кокос. Торговец альманахами. Госпожа Кокос. Синьор Микеланджело Полиции. Антиквар. Живописец. Господин Энн. Эннн. 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 Энн. Эннн. Энн. 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 Эннн. Энн. 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 Я переоделся в халат, надел туфли, Потер слезу, выступавшую на глаза, Отрезку и холодного ветра, задувавшую с набережной. В камине пылал яркий огонь, озаряя мой кабинет, А на оконных стеклах распустились листьями папоротника Ледяные узоры, скрыв от меня стену, ее мосты И лувр династии Волван. Не знаю чтения более легкого, приятного и завлекательного, Чем чтения каталогов. Читая их, я погружаюсь в состояние, Какое в натуре больше одаренное воображением Следовало бы назвать мечтательностью. Я мирно отдавал соблужданию своих мыслей, Когда моя домоправительница Доложила мне, что меня спрашивает господин Кокос. Сударь, я не имею чести быть вам знакомым. Я книжный агент. Беру на себя скромность предложить вам Несколько книжных новинок. Боги милостивые, боги праведные. Что за новинки предложил мне Газен Кокос? История Нельской башни С любовными приключениями Маргариты Пургунской. Книга историческая, правдивая? В таком случае она скучная. Ибо когда книги исторические не лгут, Она бывает очень нудная. Я ведь сам пишу книги правдивые. Если вы вздумали разносить их по домам, Вы бы рисковали не продать ни одной до конца дней. Разумеется, сударь. Потом он показал мне Любовь Элуизы и Абеляра, Но я дал ему понять, Что в моем возрасте Не до любовных приключений. Вот, сонник. Разъясняющий всевозможные сны О золоте, вороха, смерти. Да, мой друг, да. Но и эти сны, Как тысячи других Веселых и трагичных Все они свое слишком намок К сну жизни. А даст ли вас Желтая княжонка Его разгадку? Конечно даст. Книга Самая полная И недорогая. Я не продолжил Разговоры с книгоношей И кликнул домоправительницу. Так, Звонков у меня в квартире нет. Тереза, Проводите, пожалуйста, Господин Кокоза. Хотя, впрочем, у него есть книга, Может быть, любопытная для вас, Вот этот, Сонник. Я с удовольствием Преподнесу его вам. Ах, Коли нет времени грезить на Иудах, Вас нет уже подавно. И потом, позвольте сказать, Что книг у вас Прямо тут предостаточно. Наверное, не одна тысяча. От этих-то голова кругом у вас идет. А с меня хватит моих двух. Молитвенник и поваренная книга. Я раскаялся в своих насмешках Над этим несчастным человеком. Постойте, Господин Кокоз. Я подсмотрел у вас Экземпляр истории Эстеллина Морена. Я очень люблю пастухов-пастушек. И охотно бы купил эту книгу. Теперь я знаю, что вам нужно. Вижу, вы знаток. Завтра принесу вам Папские преступления С картинками. Когда книга Ноша Вскрылся во мраке коридора, Я спросил свою домопровидницу, Откуда к нам свалился Этот жалко-человечий. Верно, что свалился. Он к нам свалился из чердака. Они там живут Со своей женой. С женой? Женщина при странной сознании. Наверное, это плохонькая женщина. Ах, Не могу сказать Точно какая она, Но я каждый день вижу, Как она треплет По лестнице Своей шелковой юбки В сальных пятнах. Идет, глаза светятся. А с чего? Разве подобает иметь Такие глаза и шелковые юбки Женщине, которую приютили Тот из милости. Да и то потому, что муж болен. И сама она в интересном положении. Он при вратнице говорит, Что у кокозики Вот-вот схватки начнутся. Ну, зачем нужен им этот ребенок? Я так полагаю, Что она Так же способна Детей воспитывать, Как я, играть на гитаре. Тереза, он несомненно им не нужен. Ну, природа захотела, Чтобы они произвели На свет ребенка. Пожалеем их И не будем осуждать. А что до шелковых платьев, То нет женщин, Которые бы их не любили. И дщери Евы Любят наряд. На чердаке. У них там Есть все необходимое? Необходимое? Откуда им взять Это необходимое? Прибыли не весть откуда? По нищей дорожке Из беззаботной стороны. Тереза, откуда вы не прибыли? Они несчастные. На чердаке холод. Скажите, Вы варите сегодня суп? А? А? Пену надо снять. Очень хорошо. Подождите, Очень хорошо. Очень хорошо, значит, Варите. Не сочтите за труд Отнести добрую мисочку бульона Нашей сверхсоседке Госпоже Кокос. И накажите дворник, Чтобы он взял у нас в сарае Хорошую вязанку дров И отнес бы ее кокосом Туда на чердак. И пусть не забудет положить В вязанку Большое поляно. Это такое, Настоящее рождественское поляно. Сделав эти Мелкие распоряжения, Я вновь Углубился В чтение каталога. Что? Золотая легенда Якова Генуэсца. Рукопись 14 века На тонком пергаменте Заключает большое количество Титульных букв И две миниатюры Изящного письма Но в плохой Сохранности. Какое открытие Пот выступил у меня на лбу И затуманились глаза Какое сокровище Зачем? Ну зачем же я узнал О существовании этой книги Раз мне не суждено Ею владеть или ее увидеть? Я бы устремился за ней В жгучую глубь Африки Или во льды Полярных стран Когда бы узнал Что она там Но я не знаю Где она И содрогаюсь При мысли Что Вырванные из нее Листы Может быть Случат Покрышкой Для банок с огурцами Какой-нибудь хозяйки Так Я стал Жертвой Своевольной страсти Меня обуревающей И мною руководящей Страсти Враги покоя Я согласен Но без них Не было бы в мире Ни промышленности Ни искусства И всяк дремал бы Голый на навозной куче Из-за нескольких Листов Старого пергамента Я потерял покой Самое приятное удовольствие Беседа с человеком Тонкого И уравновешенного ума И беседа с другом Не могли изгнать Из моей памяти Рукопись Мне не хватало ее Ни днем Ни ночью Мне не хватало ее Ни в радости Ни в горе Ни в труде Ни в отдохновении Так прошло Полгода Однажды Как всегда В думах о рукописи Я взбирался по лестнице Возвращаясь домой С прогулки Наверное, это какая-нибудь соседка И одна из самых дружелюбных В сумраке Глаза и зубы ее сверкают Она смеется ртом И взглядом На руках у нее ребенок Он сосет большой палец И широко раскрытыми глазами Глядит на старую Ну, для него Новую Вселенную Сударь Не правда ли Хорош мой мальчик Деточка Пошли господину Поцелуй Он добрый Он не хочет Чтоб маленькие детки Зябли И прижав ребенка К себе Она исчезает Тереза Тереза Я сейчас Видел Вот На лестнице Молодую мать С хорошеньким младенцем На руках Она без шляпы Кто это? Это госпожа Кокос А А сам Кокос? А сам Кокос Он уж больше никого Теперь не будет беспокоить И никому Теперь не помешает И вы его Больше никогда не увидите Вот так богу душу Как только жена Родила младенца Вот вы его-то сейчас Как раз и видели А Ну, слушайте Может быть Там на чердаке Госпожа Кокос Терпит в чем-нибудь Ну, жду Слушайте, сударь Вы не попадете В просаг Если вздумаете Заботиться Об этой твари Она Говорю вам Уедет отсюда Тогда, когда Сама захочет И уедет В карете Знаете С мазливой личикой Это ведь Это проклятие небесное Тереза Мне известно Что в свое время У вас было Хорошенькое личико Ну Знаете Я не была Что называется Красавицей А все-таки Конечно И я Кому-то нравилась И знаете Могла бы Тоже Знаете Поступить Так, как Некоторые Но Тереза Не судите Ближнего Да бы не осудил он Вас И вашего Старого Хозяина Вот чертовка Всех Холдовала И старика Зиму я провел В духе мудрецов В уголке И с книжкой И ласточки С набережной По возвращении Своем Вновь Обретает Меня Почти Таким Каким Оставили Кто Мало Живет Мало Меняется А Тратить Дни Свои На Старые Тексты Это Еще Не Жизнь Однако Сегодня Как Никогда Я Чувствую Себя Проникнутым Той Смутной Грустью Какой Вид Сама Жизнь Равновесие Моего Ума Я не Смею В этом Признаться Даже Самому Себе Нарушено С того Знаменательного Часа Когда Мне Открылось Что Существует Рукопись Глотой Легенды Бедняк Не имеющий Желаний Владеет Величайшим Из сокровищ Он Обладает Самим Собой Богач Желающий Все Большего Жалкий Раб Вот Таким Рабом Являюсь Я Но Странным Образом В моем Уме Вот Этот Вожделенный Манускрипт Связан Семейством Кокос Тереза Тереза Вот что Здоров ли маленький Кокос И прорезались ли у него Первые зубки Прорезались ли Зубки Я не знаю Я их не видала Мама же исчезла Вместе с ребенком Бросила ей Всю мебель И все пожитки После нее осталось 38 пустых банок Из-под помады Видно ли это дело И уж она теперь Наверное Не в женском монастыре А эта самая Племянница Превратница Говорила Встретила ее На бульварах В карете ехала Помяните мое слово Что она плохо кончит Тереза Эта женщина Не кончила Ни хорошо Ни плохо И чтобы судить о ней Дождитесь конца ее жизни И не болтайте Слишком много Спревратница Госпожу Кокос Я видел лишь однажды И мне показалось Что своего ребенка Она очень любит И эту любовь Надо ей зачистить Это верно Вот уж ничего Не скажешь Любит И в целом квартале Ненадешь ребенка Который был так Ухоженный Обряженный Упитанный И каждый день Она ему Этот нагрудничек Привязывает Чистый И все Песенки ему поет И все Целыми днями А он все смеется Смеется Ну хорошо Один поэт Сказал Тереза Ребенок Не видевший Улыбки матери Не достоин Ни трапезы богов Ни ложа богини Молодость И красота Верной подруги Поэта Эти чарующие видения Нас грешных Посещает Лишь изредка Мы не умеем Удерживать Их Когда бы тень Какой-нибудь красавицы Силою неизъяснимого Каприза Вздумала Проникнуть В мою голову Она бы жестоко Ушиблась О кучу Заскорузлых Пергаментов Однако Прекрасное Я Чувствую Как любой другой В душе моей Загроможденной Грудами старинных Текстов И древними Формами Я обретаю Вновь И вновь Как миниатюру В чердачном Хламе Ясная Женская Личка С глазами Цвета Барвинка Господи Боже мой Ну что же Это я Бонар Друг мой Вы старый Самосброд Вы лучше Читайте Вот Прислян Вам сегодня От книготаговца Каталог Это каталог Рукописей И он Сулит Вам описание Несколько Древнейших Манускриптов Заслуживающих Восхищения Вот что Пристало Вам И Подходит К вашим Обличьям Читаю И вскрикиваю Слушайте Что я Нашел В этом каталоге А потом скажете Время ли отдыхать Золотая Легенда Рукопись 14 века Находится В антикварном Кабинете Сеньора Микеланджело Полиции В Сицилии Вы слышите Это рукопись В Сицилии У Сеньора Полиции Боже мой Если бы он Любил Ученых Напишу Ему В письме Я просил Сеньора Полиции Предоставить Мне рукопись И одновременно Предлагал В его полное Распоряжение Некоторые Неизданные Тексты Принадлежащие Мне И не лишенные Интереса В заключение Мною был Приведен Весь перечень Моих Почетных Званий Через Некоторое Время Пришел Ответ Сеньор Полиции В очень уклончивых Но изысканных Выражениях Отказывался Расстаться С рукописью Хотя бы На один День И приглашал Меня Приехать В Сицилию А что Поеду В Сицилию Но Должен вам Сознаться Что я Не решался Сообщить Терезе О своем Отъезде Я Опасался Что Она будет Насмехаться Надо мной Начнется Слезы Попреки Увещевания Я был уверен Что она Употребит Все силы Чтобы удержать Меня И на помощь Будут призваны Привратницам Матрасницы Семь Сыновей Фруктовщика И Полотер Все они Станут На колени У ног Моих Начнет Сплач Это будет Так безобразно Что я им уступлю Лишь бы Их не видеть Эти Больные Думы Вызвал В моем Воображении Страх Говорю Как на духу Я боюсь Своей домоправить Но приходится Объявить ей Об отъезде Тереза Тереза Кстати Давайте Я Уезжаю В Сицилию Ну ступайте 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 К шести Приходите А то у нас К ужине Который ждать не может Ступайте Тереза 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, я в Италии, меня толкает, несет и вертит во все стороны народ Самый веселый, самый болтливый, самый живой и самый юркий, какой можно себе только представить Я любуюсь грузчиками и рыбаками, которые ходят и говорят, жестикулируют С выразительной быстротой, бронятся и целуются Они живут всеми чувствами одновременно и в безотчетной мудрости Соразмеряют свои желания с быстротечностью нашей жизни И ни один из них не нагнулся бы поднять ту старую рукопись, которую я ищу с такими трудностями Я продолжал бродить среди пьющих и поющих Очевидно, человек не добр от природы, ибо эта чужая радость вызвала во мне большую грусть Толпа так простодушно, так охотно вкушала жизнь Что свойственно мне старому писаке стыдливости приходила втрепет К тому же я был в отчаянии, не понимая слов, звучащих вокруг меня Для филолога это унизительное испытание Мой друг, этот старик, наверное, француз? Боже, французская речь Мне жаль его, он такой растерянный, поговорите с ним У него добрая, сутулая спина, не правда ли? Нет, ну, разумеется, я ей головы не поверну, чтобы взглянуть на говорившую Хотя я уверен, что эта женщина красива Ну, все неприятно, когда тебя называют стариком Разве 62 года бывают старика? У меня сутулая спина, она сказала Впрочем, это я подозревал А ведь, пожалуй, она не хотела сказать обо мне ничего дурного У него добрая, сутулая спина Только голос женщины, которая красиво может иметь столько приятных модуляций И такое серебристое звучание Добрая, сутулая спина От таких милых слов не подобает спасаться бегством Скорее надо приблизиться к звонкоречевой даме И склониться перед ней Сударыня Помимо своей воли я слышал сказанное вам Вы желали оказать услугу бедному старику Она уже оказана Само звучание французской речи Доставляет мне наслаждение За что я помешу вам благодарность Вы слышали, как я сказала мужу, что у вас добрая спина В этом нет ничего обидного Мне будет очень жаль, если я оскорбила вас Напротив, сударыня, вы мне польстили И от вашего наблюдения считаю справедливым и глубоким Выражение бывает разным, не только в чертах лица Есть ноги умные И руки, лишенные воображения Есть лицемерные колени, эгоистические локти, плечи грубые и спины добрые Мне кажется, что мы уже встречались с вами, не знаю только где Вы парижанин? Да, сударыня, вот уже 40 лет, как я живу в одном и том же доме, недалеко от нового моста Вы живете на набережной? На набережной, в Малаке, в четвертом этаже, в доме торговца гравюрами Меня зовут Сильвест Бонар Мой муж, князь Трепов Мы много путешествуем И вот нас занесло в эту ужасную страну Эта страна не ужасна Это земля Земля славы И векам варварства Не удалось истребить ее Вечную красоту Величие античной Цереры Еще реет Над этими бесплодными холмами И муза Греции еще поет мне здесь, на оголенной горе И вот в этом высохшем ручье А мне здесь скучно И князю скучно Однако, несмотря на всю ее красоту и доброту В этой женщине нет и признака Той благородной любознательности Которая так волнует мыслящей души Когда-то И у меня бывали горести И тогда я не скучала Горесть это Большое отвлечение А ведь она по-своему выразила довольно глубокую мысль Значит ей известно, что В этом мире Самым надежным Развлечением являются для нас Тревоги и страдания Мне жаль, что у вас нет ребенка, сударыня Будь он у вас Была бы у вас цель жизни И ваши мысли стали бы серьезнее И в то же время утешительнее У меня есть сын Он уже большой, почти мужчина Ему восемь лет Я его люблю не меньше Чем когда он был малюткой Но это уже не то Ты старый книжный червь, Бунар Ты не понимаешь, женщина Прощайте, господин Бунар Вы не можете себе представить Как я рада нашей встрече Я надеюсь Что мы еще увидимся с вами Наутро Я разыскал дом Книготорговца Сеньора Полиции Он встретил меня Восторжен Искусство Искусство Какое величие Какое утешение О, старые мастера Какая доброта Какой гений Я ведь тоже Живописец, ваше превосходительство Ну, значит, вы одновременно И антиквар, и живописец Да, и я весь К вашим услугам Ваше превосходительство Я покажу вам город Он наш город Он породил Эмпедокла Эмпедокл Какой великий человек Какая доблесть Какая дерзость мысли Какая доброта Там над портом Есть статуя Эмпедокла Перед которой я снимаю шляпу Всякий раз Когда прохожу О, как нужен Нашему злосчастному отечеству Новый Эмпедокл Конечно, нужен Я посетил вас Для того Наши вина В моем погребе Есть одно такое Каждая капля которого Это Это пламенная жемчужина Я хочу им угостить вас Вашим вину Я очень ценю Сицилийские вины Но посетил вас Сеньор полиции Не ради бутылок Ради картин Я покажу вам Поклонение пастухов Это жемчужина Сицилийской школы Это шедевр Да я обязательно посмотрю Это произведение Но поговорим о том Что привело меня к вам Я ведь специально приехал Из Парижа Чтобы ознакомиться С рукописью Золотой легенды Принадлежащей вам О, рукопись Золотой легенды Это жемчужина Ваше превосходительство Это рубина Это алмаз Покажите мне ее У меня ее нет Как? Как? Итак, где же она? Я ее больше не владею Сеньор полиции Значит, вы Заставили меня Приехать из Парижа Для того, чтобы сказать мне это Эту драгоценную рукопись Я продал одному человеку Не разрешившему мне Называть его имя По причинам Также не дозволяющим Огласки Он вынужден продать Все собрание Торги назначены на пятницу Это возмутительно Это возмутительно Это ваше превосходительство Утешьтесь Утешьте Я сведу вас в город Я прекрасный гид Может быть, вы хотите Принять участие В раскопках Мы отроем сокровища Это возмутительно Приехать из Парижа А наши женщины Сицилианки Это идеал античной красоты Ваше превосходительство Я предоставлю вам Крестьяноча Пойдите вы к черту Я Выскочил из его дома Чувствуя себя Униженным и сокрушенным Я проклинал Низкие проделки Торгашей Мне было все ясно Этот мошенник Затейл распродажу Саукциона Чтобы взвинтить цену На рукописе Я был в его руках Желание Хотя бы и самые невинные Имеют ту плохую сторону Что подчиняют вас Другому человеку И ставят в зависимость Я вас искала Господин Бонар Какая радость Что я вас встретила Мне хочется Чтобы у вас осталось Приятное воспоминание О нашей встрече У вас какая-нибудь неприятность Я не нашел того Зачем приехал В такую даль А не могу ли я Чем-нибудь помочь вам Быть может Вы поделитесь Со мной своим горем Я стал рассказывать Мое повествование Было длинным Но по-видимому Тронуло ее Ибо она задала Ряд мелких вопросов Воспринятых мной Как доказательство Ее большого интереса Ей захотелось узнать Точное название Рукописи Ее внешний вид Формат Она спросила Когда и где будет аукцион Иногда бывает Трудно остановиться Я снова начал Жаловаться И проклинать судьбу Чему вы смеетесь? Я злая женщина У нее душа синицы Номер 42 Злота и легенда Французская рукопись Неизданная Две превосходные миниатюры Три тысячи франков Три тысячи пятьдесят Три тысячи пятьдесят Справа Три тысячи сто Три тысячи пятьсот Три тысячи шестьсот Три тысячи семьсот Четыре тысячи Четыре тысячи пятьсот Шесть тысяч Шесть тысяч, Франк. Это все, чем я располагаю, все, что я могу дать. Шесть тысяч сто! Шесть тысяч пятьсот! Шесть тысяч пятьсот? Кто больше? Номер сорок два. Шесть тысяч пятьсот. Продано, продано, продано. Я был убит. Мне был нужен воздух и покой. Однако, мало-помалу, ко мне вернулась способность рассуждать, надежда упорно, и она явилась. Я подумал, что обладателем золотой легенды мог оказаться великодушный и образованный библиофил, который допустит меня к рукописи и даже позволит опубликовать ее существенные части. Простите, сударь, вы купили номер сорок второй по поручению или для себя лично? По поручению. Мне было приказано не упускать его ни за какую цену. Я могу узнать имя покупателя? Крайне огорчен, но не могу исполнить вашей просьбой. Мне это строго воспрещено. Крайне огорчен, но не могу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я в Париже. Из моих окон снова видны башни собора Богоматери и стрелка Сан-Шапель. Я снова в городе, где благоговейно люблю все мостовые и каждый камень. Ну что ж, я прогулялся зря и возвратился с пустыми руками. Но, как сказал старый поэт, блажен кто, как у лис, прекрасный путь закончил. Тереза, Тереза, неужели вы не слышите, что вот уже четверть часа как к нам стучат? И отвечает старая ворона. Судачит. В коморке у привратницы. Иду открывать дверь. Что же я вижу на площадке? Мальчуган. Лет восьми-девяти. Он один. Он поднимает голову, чтобы меня увидеть. Обеими руками он держит сверток не меньше, чем он сам. Спрашивает, не я ли господин Бонар. Я отвечаю, да. Он вручает мне сверток и убегает вниз по лестнице. Да, он говорит при этом, что это посылает мама. Сверток весьма большой, но не особенно тяжелый. У себя в библиотеке я снимаю ленту и бумагу, в которую он набернут. И нахожу... Нет, ну что вы подумаете? Полена. Прекрасная полена. Настоящая рождественская полена. Но легкая. И, думается мне, пустое. В самом деле, замечаю, что оно из двух кусков, скрепленных крючками, и раскрывающихся на шарнирах. Открываю крючки. И меня засыпали фиалки. Они падают мне на грудь, на колени, на стол, на ковер. Но что-то еще есть в полене. Книга. Рукопись. Это... Нет, я не смею верить. Но, без сомнения, это... Золотая легенда. Я созерцаю эту старину, благоухающую фиалками, переворачиваю страницы и нахожу карточку, гласящую Княгиня Трепова. Княгиня Трепова. Ведь это вы так мило смеялись под ясным небом Сицилии. Это вас угрюмый старец принял за сумасбродку. Я убежден сегодня в вашем прекрасном, редкостном сумасбродстве. Тереза! Тереза! Подайте в вазы и с водой. Старая ворона, вы слышите меня? Сударь, сударь. Угадайте, кого я сейчас видел у нашего подъезда в карете с гербами? Ну, госпожу Трепову, кого же больше? Я никакой Треповой не знаю. А эта дамочка, которую я сейчас видела, разодета, как принцесса. А с ней мальчишка, весь в кружевах. И думайте, кто это? Это Кокос. Ну, вы ей еще 8 лет назад полената послали, когда она рожала. Я ее сразу узнала. Так это... Так это... Госпожа Кокос? Вдова торговца б***ьми альманахами? Она, 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 она самая. Я ее сразу узнала, как дверь-то отворилась, когда мальчишка выбежал, сидит в карете. Ну, вы знаете, она совсем не изменилась. А чего я таким женщинам стариться-то? Жила здесь из милости, а теперь приехала в карете с гербами. Ой, ну не срам, а? Тереза! Говорите об этой даме не иначе, как с уважением, а не то мы с вами поссоримся. Бежать! Подайте же севрские вазы для фиалок, ворующих этой обители книг прелесть. Какой здесь не бывало никогда. Пока Тереза, вздыхая, доставала вазы, я созерцал рассыпанный постел у фиалки. Как же я мог не узнать в княгине Треповой вдову Кокос? Нет, все-таки слишком коротко было мое свидание с молодой вдовой, когда она на лестнице показала мне своего малыша. С гораздо большим основанием я мог винить себя за то, что прошел мимо души, пленительно красивый, ее не разгадав. Бонар, друг мой, сказал я про себя, ты можешь разбираться в старинных текстах, но книгу жизни ты читать не умеешь. В княгине Треповой ты увидел только птичью душу, а эта сумасбродка потратила из благодарности к тебе столько вини и ума, сколько тебе не приходилось тратить ради услуги другому человеку. Она по-царски отблагодарила тебя за полено, посланное ей на родины. Тереза, Тереза, вы были сорокой, становитесь черепахой. Несите же воду для этих пармских фиалок. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»